Доброе утро! В жанрах симфония, адажо, танго, капричо для альто с оркестром. Список его творческих работ можно продолжать до бесконечности. В нашем городе его музыкальное творчество вы наверняка могли слышать в Астраханском театре опера и балета. Это опера «Мальчику Христа на елке» по одноименному рассказу Федора Достоевского. А также «Эдит Пиаф. Я не жалею ни о чем» музыкальная композиция по песням из репертуара «Эдит Пиаф», как вы уже могли, наверное, догадаться, для балета. А также «Вэдевиль. Беда от нежного сердца», опера «Сила воли» и балет «Приключения Винни-Пуха». И сегодня у нас в гостях человек, который подарил нам все это музыкальное великолепие. Сергей Александрович, доброе утро! Доброе утро! Очень рад видеть вас у нас в гостях. Но, как мы поняли... Взаимно. Что? Взаимно. А, конечно, взаимно. Как мы поняли, в Астрахани вы уже не впервые, потому что ваши произведения неоднократно звучали на сцене театра оперы и балета. Нравится Астрахань? Город любите? Очень люблю. Любимый город. Скажу так. Почему? Душей прикипели. Что вот нравится в нашем городе? Во-первых, очень гостеприимный. Очень комфортное ощущение. Очень интересная история у города. Много национального вот такой какой-то вот... Колорит. Колорит, да. Люди очень разные, интересные. Ну и очень тепло, конечно. Мы любим тепло. Давайте перейдем, наверное, к точным цифрам. Вот какой раз вы уже пребываете в наш город? Ну, не менее, чем пятый, я думаю, так. Уже пятый точно. И каждый раз это связано с какими-то... С планами, с идеями. Ну, в основном, да, с творческими какими-то процессами. А вот не забегая вперед и вот в общих чертах, что привело вас на этот раз к нам? Какие творческие планы? Ну, я пока не могу раскрывать секреты. Могу сказать, что... Как любой творческий человек, вы немножечко суеверны, да? Да, я суеверен. Ну и, в общем, так сказать, не все можно говорить вперед. Ну, думаю, что вы... Что-то такое готовится. Готовится, его узнаете. Мы узнаем в скором времени, но пока секретов мы открывать не будем. Не будем. Ну, тогда давайте поговорим о вашей биографии, потому что она у вас, ну, можно сказать, на протяжении всей истории генами прошита. И творчество у вас в крови. И музыка, наверное, не оставила вам никакого другого выбора. Вы с детства знали, кем вы будете? Да. Я уже с детства знал, что я буду композитором. Ну, у меня все в семье всегда, если даже профессионально не занимались музыкой, то, безусловно, любили, знали. И любители так называемой музыки в моей семье были не хуже профессионалов. Они знали. И могли и сыграть, и спеть. Ну, в общем, вся семья жила музыкой, дышала из поколения в поколение. Ну, вот мы начали нашу, скажем так, подводку с того, что рассказали о том, что вы правнучатый племянник Сергея Дягилева, который стал автором русских сезонов в Париже. А вот чем еще знаменита ваша семейная династия? Ну, я всегда говорю так. Мы служим своему отечеству. Кто как, кто военный, кто врач, кто музыкант. Ну, мой дедушка, если так более конкретно говорить, был дирижером тоже. Он очень много пропагандировал современную музыку в свое время. Это были 60-70 года. Он исполнял тогда, когда еще, так сказать, восходила звезда, как я уже говорил, студента консерватории. Андрей Павлович Петрова, он много его исполнял. Много пропагандировал тогда малоизвестные для нас музыки, когда вот мы открывали таких композиторов, как Малер, Брукнер, вот, из-за рубежа. И, ну, к сожалению, прожил короткую жизнь, 56 лет всего-навсего, но успел много сыграть музыки, продирижировать, и даже кое-что успел написать. Я вот сейчас разбираю архив, возможно, что какие-то сочинения его даже можно будет опубликовать. А если говорить о вашей, да, такой профессиональной деятельности, об итогах вашего, на самом деле, богатого творческого опыта, есть что-то, что вспоминается особенно за это время? Может быть, какие-то практики, может быть, постановки в нашем театре Астрахани, оперы балета? Что-то такое, что цепляет, что-то такое теплое, о чем бы можно было вспомнить? В общем, творческие вехи. Ну, вообще, были постановки, которые, ну, каждая постановка запомнилась по-особенному, и, в общем, было приятно работать с артистами театра. Ну, очень теплое воспоминание, конечно, о детском спектакле, потому что я люблю детей, у меня самого четверо детей. Винни-Пух? Да, и Винни-Пух, балет. Я очень внимательно смотрю всегда на реакцию детей. Когда я просто слышу голоса в зале, детские вот эти высокие, чебечащие голоса, мне уже становится радостнее. Я очень люблю это. Люблю писать для них, и мне очень важно, как они воспринимают, нравится им музыка, и спектакль. Мне не трудно, не сложно, не тяжело ли им воспринимать. Это для меня очень важные вопросы, поэтому, наверное, Винни-Пух явился таким спектаклем, которым очень согрел меня. И запомнился, да? И запомнился, конечно, да. Но это не значит, что другие спектакли тоже нет. Конечно, и Дед Пьяв, и они жалея ни о чем, это очень яркий спектакль, и, конечно, он мне тоже дорог, естественно. Вот. Ну, дети всегда важнее. Ну, вот что касается Эдит Пьяв, там какой-то материал уже готовый использовался? Или как? Ну, знаменитые, да. Знаменитые песни «Эдит Пьяв» надо было соединить в такую единую композицию. И для этого понадобилась работа композитора, который смог бы все это соединить, сделать какую-то концепцию спектакля, чтобы это было органично. Это очень трудная задача была, потому что мужская очень яркая, известная, у всех на слуху, и, так сказать, стать в какой-то степени соавтором ее, это очень ответственно, и, да, это было непросто. А вы можете назвать себя человеком, который любит сложности? Вот в этом, да, в творческом плане. Да, да, я всегда люблю сложные задачи. Я не люблю, ну, знаете, как научиться что-то делать, и вот оставаться и почивать на этом. Мне всегда хочется сделать то, что потребует, может быть, даже каких-то разочарований, и, может быть, даже не получится с первого раза, допустим, да, но ты обязательно должен это сделать. Мне кажется, творческие люди всегда очень болезненно относятся к разочарованиям. У вас? Или вы относите это как к опыту? К счастью, ну, профессиональная работа, нет времени заниматься самокопанием и жалеть себя, поэтому, ну, вот эти, знаете, синяки, знаете, как, наверное, спортсмены, они не сильно обращают внимание на свои синяки. Встают, отряхиваются и бежать. Да, вот футболисты, премьер всегда, да, ну, бывают, конечно, тяжелые травмы, но они не сильно на этом зацикливаются. Ну, и вот эта атмосфера театральная, она же очень такая энергичная всегда, ты должен включаться в процесс, тебя ждать никто не будет. И она, конечно, способствует тому, чтобы ты меньше, так сказать, вообще мир крутится не вокруг нас. Мы крутимся вокруг этого мира. Так, да, в общем-то, я думаю так, правильно. Особенно услужители искусством, как мне кажется. Да. Спасибо большое, что вы пришли к нам в это утро, мы желаем вам творческих успехов. Уверена, что у вас все получится, и в скором времени мы будем ожидать очередной шедевр. Обязательно, спасибо вам большое. Все непременно. Спасибо.